Добрый день, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановый день заносов друзья. Я надеюсь, что сегодня, перед 8 марта, много девчонок придёт ко мне в друзья и получит свой подарок на этот праздник. Однако вот смотрю и, в общем, девчонок не вижу. Одни какие-то мальчишки. Ну вот-вот. Анна и Ива. Хорошо, добавить друзья. Кто ещё? Ну я даже не знаю. О, Илья Вишня. Ну конечно добавить друзья. Вика. Однозначно. Кто ещё тут есть у нас? Ну вообще-то всех хочется добавить друзья. Вот Галя точно. О, её надо добавить. Настя. 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 Надежда. Вот, видите как? Надежда. Шнур общий друг. Он, наверное, такой же, как я. Юля Рыкова. Опа. Ты повзрослела. Красавица. Мария Чижик. В общем, понятное дело, что мне, так сказать, девчонок надо... О, Оля. Елена Нехай. О, клёво. Аида Вакула. О, круто. Красивая. Кто тут ещё? Наталья Лепатова. Наташа Степаненок. Давай. Камцумир. 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 Ну вот мы и приняли в друзья всех девчонок, которые попросились. Вообще-то наш светоч, точнее, пресс-секретарь нашего светоча Павла Дурова, товарищ Цыплухин, убеждает, что заносить в друзья незнакомых людей – это, ну, скажем, по-вконтактовски некрасиво. То есть, если ты реальная звезда, да, если к тебе вот просится в друзья 97 человек, как сейчас, то, наверное, ты просто фрик, поэтому ты их заносишь всех. А дело в том, что я заношу их всех потому, что я не могу отказать в дружбе. Особенно виртуальный. То есть, я могу отказать в дружбе, если надо как-то очень сильно, как-то очень долго дружить. Но если от дружбы, в принципе, ничего не требуется, и просто ответить лишний раз на то, какой я гениальный, это бывает действительно приятно и повышает настроение. Я только сегодня одному журналисту талантливому рассказывал о том, почему мне нравится ВКонтакте и вообще, что я нашел в этом социальном беспределе. не нашел я много, у меня, в принципе, очень много друзей, и я с ними, в принципе, не знаком, а это и не нужно. По большому счету, совершенно не нужно быть знакомым с человеком, чтобы получить у него какую-то добрую весть. А злые вести мне никогда не сообщают. Вот мне как-то так повезло, что вот злые вещи вот меня как-то вот старательно обходят, и вот я очень счастлив по этому поводу. Я никогда не добавляюсь в друзья сам первый, потому как я не фанат обогащения публикой, но дело в том, что я никак не могу отказать, просто это нереально. То есть отказать в дружбе, я считаю, это верх хамства, то есть тогда я скажу, нет, ты обычный человек, а я необычный, поэтому ты давай подписывайся на меня и будь подписчиком, потому как я же такой крутой, а ты типа говно, поэтому ты будешь подписчиком. Нет, ребят, я всех очень уважаю, всех очень люблю и на самом деле очень благодарен за то, что вы ко мне приходите. Сейчас вас уже, сейчас надо посмотреть сколько, вот видите, всех уже добавили, ой, еще 8 человек осталось, господи, пропустил. Ну, давайте еще эти. Вот, я не знаю, здесь, к сожалению, не придумали кнопки добавить всех, здесь только есть кнопка отправить всех в жопу. Но, опять же, это не наш путь, поэтому я всех благодарю, все мои друзья, дружба Фройншафт, у меня 3090 друзей, Марат Гельман, и я вас всех очень люблю, поздравляю с наступающим праздником и надеюсь, что девчонок в следующий раз будет как-то побольше. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!